Недавно в официальную игру мультфильма добавили нового легендарного дракона, который неизбежно привлек наше внимание. Конечно же, интерес к данному персонажу был вызван не его заоблачной стоимостью и преимуществами, которые возникают у игрока после покупки, а его возможной причастностью к третьей части драконей франшизы. Начнем с того, что новый дракон появился в игре не на пустом месте. Оказывается, данный персонаж является главным антагонистом официального комикса DreamWorks под названием «Легенда о Рагнароке». И, судя по всему, имеет самое что ни на есть прямое отношение к анимационной вселенной. Так, согласно комиксу, жители Олуха испокон веков верили, что однажды из морской пучины восстанет огромный монстр, и в тот самый миг мир покончится своим существованием. В легенде говорилось, что вестник апокалипсиса настолько огромен, что своим размером превосходит луну, а тяжелый поступ чудовища неизбежно вызывает колебания земной коры. Поэтому, когда в один прекрасный день земля начала содрогаться, островитяне поняли, что в их мир пришло то зло, которого на протяжении многих веков они так боялись. Уверены, что вам уже не терпится наконец узнать имя этого загадочного дракона, поэтому не будем томить вас ожиданием. В народе его кличут «пурпурной смертью», и, судя по имеющейся информации, он является самым большим и самым редким из когда-либо существовавших драконов. Благодаря исполинским размерам и невероятной мощи, каждое его движение обладает разрушительной силой. Каждый его шаг уничтожает все живое, стирает в порошок высокие горы и вызывает стихийные бедствия. Тысячелетия, проведенные глубоко под водой, наложили на облик монстра характерный отпечаток, покрыв его тело крепкой броней из ракушек и кораллов, а также подарив ему длинные щупальца. В отличие от большинства драконов, у «пурпурной смерти» нет крыльев, что, вероятно, связано с огромными размерами и весом этого дракона. Таким образом, как вы понимаете, воздушная среда является, пожалуй, единственным местом, где у морского чудовища нет преимуществ. Тем не менее, на его территории, в частности в воде, с ним невозможно совладать. Поднимая огромные волны и вызывая подводные землетрясения, лютый зверь не оставляет противнику ни единого шанса на выживание. Кроме того, вышеупомянутый дракон относится к разряду огнедышащих. Причем, силой ожарь его пламени по своей мощности соизмеримы с огненным залпом красной смерти, который, как вы знаете, превращает в угольки все, что попадает в радиус его действия. В общем, сомневаться не приходится. Олухнеска чудовище действительно представляет огромную угрозу мирозданию. Вот только интересно, зачем создатели наделили дракона способностью выпускать и спасти раскаленную лаву? Если по легенде он обитает исключительно в морских глубинах, неужели только ради его одноразовой вылазки на сушу? К счастью, на эти вопросы в игре есть ответы, просто нужно медь подмечать мелочи. Итак, первое, что здесь бросается в глаза, это стилизация фона, на котором написано имя пурпурного монстра. Как вы можете видеть, шапка рекламного баннера выполнена в виде различных морских растений, кораллов и другой атрибутики водного мира. Многие из вас наверняка уже вспомнили, где видели нечто подобное. А если нет, тогда обратите внимание на официальный постер третьей части мультфильма. Ну как, замечаете очевидное сходство? Совпадение или нет, но в Тайном мире драконов, который предстоит найти и Кингу и Астрид, также имеются кораллы и морские растения. Более того, антураж постера и игровой заставки исполнены практически в идентичной цветовой гамме, да и вообще имеют много общего. Лично мы думаем, что все это неспроста, и создатели намекают нам на то, что Пурпуруная Смерть и Тайный Мир Драконов тесно связаны друг с другом. Кроме того, если обратить внимание на фото разъяренного гиганта в игре, то возникает ощущение, что половина его тела не просто спрятана в воде, а куда-то провалилась. Также, если присмотреться, можно заметить водоворот, что подтверждает нашу мысль о том, что дракон не просто поднялся со дна морского, а вылез из скрытой под водой пещеры. Подобную пещеру, кстати, мы уже видели в недавно вышедшем трейлере мультфильма, и она как раз таки оказалась входом в тот самый Тайный Мир Драконов, который обнаружили Астрид и Икинг. Все вышеизложенные факты лишний раз подтверждают, что Пурпурный Дракон наверняка будет причастен к третьей части мультфильма, и возможно, даже в самом ближайшем времени создатели анонсируют это событие. К слову, в одном из своих интервью создатели мультфильма говорили, что третья часть франшизы будет во многом пересекаться с первой. Так что наша теория вполне логична, ведь данный дракон очень похож на Красную Смерть, которая была главным антагонистом в оригинальной истории. Таким образом, наши герои наверняка будут строить тактику боя против Пурпурного Монстра, опираясь на прошлый опыт борьбы с Красным Чудовищем. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать ролики по этой и другим интересным темам. А с вами был Никлас. Пока!